Пасхальное перемирие на Украине не соблюдается. Германия под пристальным взглядом российской разведки. Президент Южной Кореи сравнила действия экипажа затонувшего парома с убийством. Об этих и других новостях в нашем сегодняшнем геофакторе. Здравствуйте! Женевское соглашение по Украине, судя по всему, каждая из сторон трактует по-своему. Обещанного разоружения ополченцев не произошло и в понедельник. Москва и Киев обмениваются взаимными обвинениями в нарушении договоренностей. Обстановка на востоке Украины остается крайне напряженной. В ночь на воскресенье 20 апреля в результате перестрелки у блокпоста на въезде в Славянск погибли по меньшей мере три сторонника так называемой Донецкой народной республики. Еще несколько человек ранены. МВД Украины заявило, что органы внутренних дел не проводили в этот день никаких силовых операций в Донецкой области. Накануне Киев объявил пасхальное перемирие. На время Пасхи спецоперация против пророссийских сепаратистов была приостановлена. Правительство России и пророссийские активисты в Донецкой области обвинили в гибели людей украинских националистов. Это преступление, которое на руку только тем, кто хочет перечеркнуть выполнение женевских договоренностей. И все указывает на то, что киевские власти не могут, а может быть не хотят контролировать экстремистов. Правый сектор опроверг информацию о причастности к инциденту в Славянске и обвинил в провокации российские спецслужбы. Между тем, сепаратисты в Славянске попросили президента России Владимира Путина защитить регион от правого сектора и везти на территорию Украины, как и не выражаются, миротворческие войска. После кровопролитного инцидента в Славянск отправилась группа наблюдателей ОБСЕ. Там они встретились с главой пророссийских сил в городе Вячеславом Пономаревым. Захваченное сепаратистами здание городадминистрации он превратил в настоящий военный объект. До Женевских соглашений ему нет никакого дела, заявляет Пономарев. Наблюдателям ОБСЕ поручено следить за выполнением договоренностей, принятых в Женеве. Но пока они не могут подтвердить, что протестующие освобождают административные здания в Донецкой области и сдают оружие. Работа международных наблюдателей осложнена наличием многочисленных КПП на дорогах. Зачастую им приходится подолгу объяснять цели своей миссии. А в МВД Украины заявляют, что сепаратисты в Славянске раздавали оружие местным жителям, в том числе с криминальным прошлым. Так, два пистолета из славянского городдела милиции в пятницу были изъяты в Донецке, где двое граждан в состоянии алкогольного опьянения, начали уяснять между собой отношения с использованием огнестрельного оружия. Ситуация на востоке Украины по-прежнему остается взрывоопасной. Из Славянска также продолжают поступать тревожные сообщения. Так, по неподтвержденным данным, в понедельник в городе были похищены двое итальянских и один белорусский журналисты. Повторяю, пока эти данные официально не подтверждены. Однако ситуация в регионе явно выходит из-под контроля. Сейчас в Донецке находится наш специальный корреспондент Роман Гончаренко. Он на связи со студией. Роман, вооруженное столкновение в пасхальное воскресенье под Славянском нарушило праздничное перемирие на востоке Украины. Говорит ли это об обострении ситуации? Да, в любом случае обострение уже происходит. Я думаю, ситуация будет оставаться напряженной в ближайшие дни и недели. После этой перестрелки были сообщения о нападении на пост украинских военных. Также есть сообщения о том, что в городе Славянске были похищены журналисты, в том числе западные журналисты. В ближайшие дни, судьба всему, сепаратисты будут готовить референдум, намеченный на начало мая, либо об проведении федерализации здесь, на востоке Украины, либо об отделении присоединения к России. Украинские войска будут пытаться этот референдум остановить. Поэтому в любом случае ожидается усиление эскалации. Со стороны кажется, что обстановка в Донецкой области только ухудшается. Кто-то вообще владеет ситуацией в регионе? Это сложный вопрос. Судя по всему, ситуацией в любом случае владеют предыдущие власти партии регионов, которая была здесь около более 10 лет у власти, а также местные элиты, местные бизнес-элиты. Ситуация также, судя по всему, частично владеют сепаратисты и, возможно, безусловно, тоже частично России, поскольку здесь, это мое личное мнение, находятся ее военные специалисты. Роман, а как в Донецке отреагировали на обращение самопровозглашенного мэра Славянска к президенту России Путину с просьбой ввести российские войска или хотя бы помочь оружием ополченцам? Отреагировали относительно спокойно. Судя по всему, по опросам социологов, около 20% Донецкой области, возможно, поддержали бы такое развитие событий, но это меньшинство, большинство против этого. Интересно, что есть многие люди, у которых родственники в России, которые по-прежнему положительно относятся к России, но считают, что если российские войска войдут сюда, это будет означать полноценную войну с огромным количеством жертв. И они говорят, мы не хотим этого, мы сами разберемся. Спасибо, Роман. У нас на связи со студией был специальный корреспондент Дочи Вели в Донецке Роман Гончаренко. Между тем, президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон, облегчающий получение российского гражданства. Теперь на носителей русского языка, которые уже находятся в России, не будет распространяться требование о сроках проживания на территории страны. Также в понедельник Владимир Путин подписал указ о реабилитации репрессированных народов Крыма. Речь идет о крымских татарах, армянах, греках и немцах, пострадавших от сталинских репрессий. На фоне конфликта вокруг Украины, как на Западе, так и в России уже не раз звучали мнения о возврате времен Холодной войны. Берлин под прицелом российских шпионов. Так называется статья в воскресном выпуске авторитетной немецкой газеты «Вельт». Издание пишет, правительство в Москве в политическом споре с Западом все больше ориентируется на шпионаж. Ни одна другая спецслужба не уделяет столько внимания разведывательной деятельности в Германии, как российская, цитирует онлайн-версия газеты главу федерального ведомства по защите Конституции Ханса Георга Массена. В статье говорится, что сотрудники службы внешней разведки России пытаются целенаправленно завязывать контакты, а иногда и вербовать, референтов немецких политиков, сотрудников фондов и министерств для получения доступа к конфиденциальной информации. Федеральное ведомство по защите Конституции исходит из того, что около трети сотрудников российской дипломатической миссии имеют отношение к спецслужбам. По данным газеты, активность российских шпионов ФРГ за последнее время достигла своего пика. Только в одном Берлине в течение года сотрудники СВР пытались завербовать более ста человек, пишет издание. У берегов Южной Кореи продолжаются поисково-спасательные работы на месте затонувшего почти неделю назад парома Сиволь. В отношении экипажа ведется следствие. Арестованы семь человек, включая капитана судна, который покинул его одним из первых под вином обычного пассажира. Пропавшими без вести до сих пор считаются более двухсот человек. Большинство пассажиров были дети. Спортивный зал в здании гимназии стал местом скорби. Здесь родственники пассажиров парома Сиволь ждут новостей. Пока судьба многих пассажиров неизвестна. Президент Южной Кореи подвергла резкой критике капитана затонувшего парома и некоторых членов экипажа. Против них заведено уголовное дело. Им не разрешено покидать страну. «Действия капитана и некоторых членов экипажа нельзя понять с точки зрения здравого смысла. И это похоже на совершение убийства, к которому невозможно оставаться терпимым». Запись переговоров между членами экипажа однозначно даёт представление о хаосе на борту судна до того, как оно ушло под воду. Установлено, что в момент катастрофы у штурвала был не капитан, а его 25-летняя помощница. Когда Сиволь начал тонуть, капитан просил людей оставаться на своих местах. А когда он, наконец, отдал приказ об эвакуации, многие пассажиры уже были обречены. Скорее всего, капитан сразу понял свою ошибку. Ведь, оказавшись на суше одним из первых, он представился врачам пассажиром тонущего судна. Пока, как показывает расследование, именно послушное следование приказам капитана обернулось гибелью для десятков пассажиров. И ещё одна тема. Менее чем через два месяца в Бразилии начнётся чемпионат мира по футболу. Однако, далеко не все стадионы и гостиницы готовы к сдаче. Глава FIFA Йозеф Блаттер обвинил в задержке строительства, в том числе и немецкие фирмы. В интервью французскому телеканалу 20 апреля он сказал, работа организована плохо, это не имеет ничего общего с футболом. Ответственность за это лежит на крупных компаниях, прежде всего из Германии и Франции, заявил Блаттер. Ранее он заявлял, что всему виной бездействие бразильской стороны. Напомню, что чемпионат мира по футболу в Бразилии стартует 12 июня. О том, как будут развиваться события, смотрите в следующем выпуске Геофактора, а также читайте в любое время на сайте Deutsche Welle в интернете по адресу dw.de slash russian. А у меня всё на сегодня. Всего вам доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова